Девушки отдыхают Я поймаю тебя! Я поймаю всех вас! Всех до одного! Я поймаю вас! Однажды я найду вашу деревню, и вы пожалеете! Что ж, лес по-прежнему на месте. Если вы прислушаетесь, то услышите угрозы Гаргамеля. А если будете хорошо себя вести, то сможете увидеть жизнь смурфиков. Смурфики Попробуй, как я Вот это жизнь! Да, солнце, песок, море и я. Благоразумник, люблю собирать морские раковины. Смотри, какую большую нашел. Это не раковина, растяб, это камень. Ух ты! Это еще лучше! Смотри, вот это раковины. Ясное дело, а кто спорит? Ой, какие красивые! Как это как-то странно! Да ну, и что ж тут странного? Как они так аккуратно разложены? И не от нее похожи. Точно! Совсем как мы! Надеюсь, вам известно, что если приложить их к уху, слышно, как шумит море. Больше похоже на ноту Си-бемоль. Ого! Не только услышишь, но и почувствуешь. Ой, там кто-то есть! Хуя кабукис! Хуя кабукис! Купу падала! О, кула макаянный! Кула! Грэта! Ну, грэта, грэта! Эй, постойте! От кого мы убегаем? От чунища со злыми глазами и хриплым голосом. Но почему мы от него бежим? Ну, потому что страшно! Подтяни штаны, Растяпа. Сосмач прав. Этот монстрик тут не хозяин. Ясно, что он о себе возомнил. Только посмотрите, разве не ужас? Да, ты не ошибся. Нам надо преподать ему урок. А-а-а! А-а-а! Газа! А-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а! Газа! Газа! Смотрите, его даже чайки не любят. Это еще не все Мы этому злюке еще устроим Ждите меня здесь Он теперь не решится снова нас пугать Точно По-моему, он все-таки решился Постойте-ка Это страшнейший наш кахмач Если уж он испугался нашей акулы Посмотрим, что с ним будет, когда он увидит самого себя Клорк? Мучука мой? Видели, какой он? Привет, папа Мне стыдно за вас, смухники Да ладно тебе, папа Что плохого в хорошей шутке? Ведь было же весело Вовсе нет, кахмач Дразнить и задирать – это плохо Папа, я пытался их отговорить, честное слово Но разве они послушаются? Нет Прости меня, папа И нас тоже, папа Просить прощения нужно не у меня, а у этого бедного обшельника Идемте к нему Так будет гораздо смурфнее И все-таки было весело Прости, дружище, но мы... Видишь, папа, он очень странный Что это за странный язык, папа? Это язык проклятых Язык проклятых? Так я и знал, что будет страшно Так-так-так-так Так-так-так Все ясно Я давно уже не говорил на языке проклятых Но, насколько я понял, смурфики Этот бедный отшельник когда-то был веселым сорванцом Да ну То есть, ну да Извините Семь лет тому назад его заколдовала морская ведьма за то, что он над ней смеялся Это было проклятие одиночества Помогите! Что ты со мной сделала? Пуглани! 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 Он стал старым и уродливым Она прокляла его язык, чтобы никто не мог его понять Да ну и ну А как ты научился языку проклятых, папа? Понимаешь, смурфетто, когда ты добрый волшебник, злые о тебе добрых слов никогда не говорят У отшельника совсем не осталось друзей, а новых завести не получалось А чайки морской ведьмы не давали ему покинуть этот пустынный берег Отшельник мне сказал Чтобы снять проклятие, он должен собрать морские раковины по одной из каждого вида и разложить их у моря на рассвете первого дня лета Это будет через три дня Так вот, почему он нас прогнал? Он защищал свои раковины Какая грустная история! Если бы только он захотел, он бы нашел, чем развлечься Кури-Анни! 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 У меня Кури-Анни! Кури-Анни! Сыдка-пу-ки-Анни! Кури-Анни! О, мои смурфики! Что такое, папа? Это была самая редкая раковина в его коллекции. Ау, нет! Вот и вы, мои милые. Отлично поработали. Превосходно! Мачельник не успеет найти другую такую же. А без неё он никогда не избавится от моего заклятия. Его всегда будут дразнить и презирать. Он будет знать, как надо мной насмехаться. Вы можете сделать ему подарочек. Не сейчас, Хохмач. Ему нужна помощь, а не шутки. Ах, папа, что же нам делать? Ну вот, Смурфи, это я первый хотел об этом спросить. Решено, мои Смурфики. На рассвете мы отплываем на остров Смурфиники. На остров Смурфиники! Там мы найдём морскую ведьму и, надеюсь, снимем с обшельника проклятия. Ой, что с нашим флагом? Я решил его немножко подправить. Поднять парус! До свидания, капитан! До свидания, папа! Будьте осторожны! Как тяжело сказать «до свидания». Даже труднее, чем «Арвуа». Да, точно. Особенно с полным ртом. Ничто не сравнится с могучими волнами океана. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Благоразумник, похоже, ты проголодался. Хочешь солёные Смурфиники под сметанным соусом? О, як! Благоразумнику сейчас не до твоих шуточек. Папа! Я ведь только хотел развлечься. Отлично. Вот сейчас и развлечёшься. А ну-ка, вымой палубу. Спасибо за развлечение, папа. Мы идём строго по курсу к тому туманному берегу, папа. Будь внимательней, капитан. Особенно, когда такой жуткий холод. Ведь есть опасность, что мы... Айсберг! Он прямо перед нами! Сколько повторять тебе с мульфета? Моряки не говорят перед нами. Они говорят прямо по курсу. Капитан Мечтатель, у нас по курсу Айсберг. Разворачивай корабль. Право руля! А направо? Это куда? Не знаю. Или направо, или налево. Поворачивай направо! Направо с его стороны, или с нашей? Напей их! Всё в порядке. Проскочили. В таком тумане плыть нельзя. Идея. Гармониус встанет на мостик и будет дуть в трубу. Отлично! Не понимаю, чем это нам поможет. Эхо будет отражаться от айсбергов, и мы избежим столкновения. Но если нам нужно эхо, я его мигом устрою. Гармониус, ну в чём дело? Губы замерзли, дуть не могу. Так, так, так. Представь, что ты играешь на дне рождения с мульфеты. Смелей, смелей. Это точно поможет. Лево руля! Налево. А это куда? В другую сторону. Приспустить грот. Держать по ветру. Остров Смурфиники прямо по курсу. Отлично, спрячем наш корабль в той бухточке. Десять градусов, право руля. Будем осторожны. Моская ведьма очень сильна и коварна. Какое счастье, наконец-то не будет этой качки. Смурфики, смотрите в оба. Нет ли поблизости ведьмы? Папа, по-моему, благоразумник не может идти. Ну иду. Ну иду. И на море ему плохо, и на суше. Мы пойдем, благоразумник, а ты останешься тут. Вернемся, когда начнется прилив. Капитан, прошу, не произносите морские слова. А что, тебе от них еще хуже? Да. Разрази меня, шторм! Поднять паруса! Живо на палубу! Шмурф за бортом! Спустите шлюпку! Хохмач! А что? И так ничего я не понял. По дороге домой, Хохмач, будешь все время нести вахту. И не будешь дразнить нашего благоразумника. Как-то слишком уж тут тихо. Ну вот, я так и знал. Будет страшно, я боюсь. Вот оно, логово морской ведьмы. Ух ты, наверняка у нее полно смурфиники. Да, на острове смурфиники всегда много этих ягод. За мной. Ее тут нет. Может, лучше вернемся? Привет, морская ведьма. Ты дома? Говорил же я, что будет страшно. Я так и знал. Ее здесь нет. Мы не можем ждать. Пищу раковину, а я поищу заклинания. Ну что, мои милые, в этом году снова большой урожай с морфиники. Что? Слушайте, здесь? Они снова явились сюда за моими ягодами. Так-так, отшельник совершенно прав. У нас только два дня, чтобы вернуть его раковину. Если не успеем, проклятье одиночество продлится еще до семь лет. Какая досада. Мы не можем найти эту раковину. Прячьтесь, скорее. Что тут нужно этим маленьким сморфикам? На полях сморфиники их не было. Да они не пошли. А это что такое? Книга моих заклинаний открыта. Так, ясно? Они искали в ней заклятье одиночества. Еще им нужна раковина отшельника. Что ж. Посмотрим. Обыщайте-ка весь остров, мои милые. Она ушла. Ты уже видел? Да, раковина в той комнате. Здорово. А где наш папа? Вон тут, мои сморфики. И знает, как открыть эту дверь. Давайте-ка поднажмем все вместе. Ну-ка, ребята, начали. Раз. Два. Взяли. Раз. Два. Взяли. Ура! Получилось, папа! А теперь откроем дверь. Отнесем раковину на корабль и сразу поднимем парус. Поднять парус, парни! Держать по ветру! Папа! Отшельник так обрадуется! Да уж, он будет рад принять прежний обрик. Но надо поспешить. Эти ужасные сморфики. Надо же, решили меня одурачить. Они еще пожалеют, что приплыли на мой остров. Насылаю проклятина сморфиков, плывущих по морю. Пусть ветер, дождь и шторм преследуют их. Папа! Надвигается ужасный шторм. Вот и благоразумник обрадуется. Как-то весьма неожиданно, папа. Да, я бы сказал, слишком неожиданно. Готовность номер один, ребята! Оттянуть все узлы и задрать тлюки! О, нет! Рогвина отшельника! Мач-то ломается! Что? Кахмач, берегись! Кахмач, подожди! Что? Папа! 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 Я его не вижу. Надо вернуться. Это невозможно. У нас нет паруса. Нет! Кахмач пропал! Папа! Папа! Что такое? Где я? Рогвина отшельника тоже смыл за борт. А я? На необитаемом острове. Ой-ой-ой! Митрый кахмач! Нужно починить корабль, а то мы не сможем вернуться домой. Ну вот, дом. Где ты, мой домик? Да что это я? Надо веселиться, стоит лишь захотеть. Пойду поиграю с морскими крабами. Да, без друзей не очень-то повеселился. У крабов совсем нет чувства юмора. Минуточку! А может мне построить плод? Скорее! Он возвращается! Надеюсь, синему мальчику понравится этот ночничок. Ну, кажется, я собрал все деревяшки на этом острове. Начну строить плод. С утра? Пораньше. А теперь спокойной ночи, смурфик. Эй, ну что тут смешного? Ты смешной! Вовсе нет. Совсем я не смешной. Ну вот, плод я построил. Там, где смурфик, всегда есть решение. Может, уже к обеду долго буду. Эй! В чем дело? А ты здорово умеешь пузыри пускать, синий крабик. Все мои бревнышки уплыли. Так я и останусь один на этом острове. Теперь я понимаю, старого отшельника. И теперь я не буду никого дразнить. Никогда, никогда. Хохмач! Хохмач, где ты? Опять ваши русаличи шуточки? Может, хватит уже? Хохмач! Хохмач! Смотри, папа, он нашел раковину. Ура, я спасен! Ура! Живо на борт, Хохмач, у нас мало времени. Да, мы ее нашли. И как раз вовремя. Ух ты! Надо же, сработало! Спасибо, спасибо, смурфики. Теперь можешь веселиться от души! И что может быть веселее? Танцы сотни смурфиков! Верно сказано! Надо же! Уже не страшно! А просто весело! А это ваша смурфиник очень даже ничего! Ничего не то слово, отшельник! Скажи просто «смурфятина»! Отшельник! Да? Я хотел сказать, что мне стыдно, что я над тобой смеялся! Я тебя прощаю, друг мой! Отлично! Пожмем друг другу руки! Конечно! Смотри-ка, у тебя есть чувство юмора! До заклятия морской ведьмы я был такой же, как ты, Хохмач! Но теперь я многое понял! Я тоже! Заклятие снято! И чем ты теперь займешься, отшельник? Я буду путешествовать по этому чудесному миру и заведу как можно больше друзей! Прекрасная цель! Достойная всяческих похвал! Прекрасная цель! Прекрасная цель! Авторы идеи Пайо и Эван Делпорта Продюсеры Джозеф Барбара и Уильям Хана Озвучены по заказу ВГТРК в 2012 году Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова